Что для тебя, Ханука? Ну, Ханука, во-первых, для меня это очень большой праздник, связанный с чудом масла, которое прошло очень давно. И вот вы, как видите, все сейчас праздники, хотя прошло столько времени. Какое у тебя настроение? Очень весело. Спасибо. Праздник! Пусть у Ханука. Радость того, что в свое время евреи победили и осталось как настосуществовать. Этот праздник до сих пор празднует. Это по радости второй или третий праздник. Но один из самых веселых праздников еврейских. И у всех веселые настроения у нас сегодня. Спасибо. Как тебя зовут? Антон. Антон, скажи, пожалуйста, что для тебя Ханука? Ханука для меня, во-первых, это праздник, то, что связано с евреевским большинством. Я в Евресте четыре года, и не так чувствую, конечно, но все-таки есть какие-то чувства, какие-то праздники. Ну, с евреевским, наверное, не только этот праздник связаны, но и другие. В чем он отличается от других праздников? Во-первых, то, что это было расстание еврейского народа, хоть и греков, и греков, и греков, честно. И, ну, не знаю, есть еще какой-то отличный, как в Еврестном празднике. Спасибо. На Хан, как бы, зажигаем Мюнер, ну, Хан Камин, подпечник. А на Пурим, на Пурим был, как бы... Ничего не зажигаем. Да, на Пурим, не, мы зажигаем танцы. Ну, на Пурим, как бы, был убит Аман, мы едим, который, в честь этого праздника, мы его отрезали, и уже, в честь него едим такие пирожки, как бы, как вот, сделаны треугольники. Ну, не знаю. То есть, Пурим, это вкусный праздник, а Ханука, это веселый праздник, можно так сказать? Ну, да. Спасибо. 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 Дорогие друзья. Дорогие гости. Спасибо. 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 Дорога. 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 Дорога города. Дорога. Дорога города, которые помогали им при выдаченых условиях и производства других работ. Спасибо. Спасибо также всем, кто принимал участие в строительстве школы. Также я хочу поздравить вас с светлым, радостным праздником Ханука, пожелать, чтобы вы хорошо его встретили, отметили, чтобы у вас была всегда радость, здоровье, ну и всех вам благ. Спасибо. А потом внутрь этой коробки забрались мы трое, я, Иосиф Яковлевич и Мойша Фима. И начали лазить, смотреть, что там внутри. Приходилось пролазить в такие дыры. Я, честно говоря, не полез. Мой Мойша Фима исследовал все. И никак не верилось. Никак не верилось. И все-таки школа получилась. Меня сегодня спрашивали умные серьезные люди. После того, как они посмотрели школу, они спрашивали меня, скажите честно. Откуда строители? Может, это турки строили? Я говорю, да нет. Это наши пинские строители. ПМК-28. И когда я вспоминаю дни, когда в здании школы работали десятки молоденьких, молодых людей, девушек, мальчиков, не верилось, не верилось, что эти люди могут сделать такое здание. Сделали? 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 Да. Уже говорил Владимир Михайлович, открывая вечер, Владимир Михайлович Забринский. Совсем за этим. У меня в моем представлении стоят два человека. Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, это, конечно, мой шофер. Молодой и мудрый. И то, и другое сразу. И Иосиф Яковлевич Либерман. Мне очень приятно видеть, как хорошо, как уютно нашим девочкам в этой школе. Мне очень приятно видеть, с какой любовью и пережливостью они к ней относятся. Я не могу не сказать о людях, которые обслуживают эту школу. Это наши женщины-вахтеры, женщины-уборщики, женщины-старохан. Это наш, мой заместитель по хозяйству, Игорь Витальевич Невдов. И я был бы счастлив, полностью счастлив, если бы не болела душа за то, что наши мальчики пока, к сожалению, не учатся и не живут в таких условиях. Я просто, просто хочу сказать, что надо сделать все, что можно сделать и чего нельзя, чтобы все-таки мальчики, чтобы мальчики тоже открыли, наконец, свою школу. Спасибо. От себя лично, для пополнения библиотеки, что я делаю. Детективы в основном. Детективы пока нету. Следующий раз. От имени строителей слово предоставляет. Для нас, строителей, завершая любой строительный объект, вместе с той радостью и с той гордостью, остается какая-то грусть, что уже объект закончен, в котором мы отдали столько сил, столько энергии, столько умения и столько знаний. И вот приходит такой момент, когда объект уже завершен. Но, тем не менее, значит, я на данном объекте возглавлял производство отделочных работ. Значит, здесь мы применили новые отделочные материалы, новые технологии. И, в целом, ну, на мой взгляд, специалисты и тех людей, которые сегодня были там, я считаю, что объект удался, и в целом получилось прекрасное здание. И специалисты, преподаватели, я считаю, знают, какие сегодня школы в Пинске. И, я думаю, что это здание, значит, у нас в городе является лучшей школой. Но, учитывая то, что это все-таки школа-интернат, хотелось бы пожелать ученикам, чтобы они здесь обрели второй дом, а также получили здесь глубокие знания. Ну, а преподавательскому составу хотелось бы пожелать, чтобы они каждое утро с удовольствием шли на работу, а вечером не хотелось возвращаться домой. С праздником вас и всего вам доброго! Заставляется от горосполкома Еленскому Эдуарду Ивановичу. Дорогие друзья, в жизни нашего города в этом году произошло два знаменательных события, связанных со школьным образованием. 1 сентября в микрорайоне Луги было сдано в эксплуатацию здание начального блока, блока начальных классов, средней школы номер 18. И вот сейчас мы с вами были свидетелями открытия нового здания еврейской школы Бейс-Огород. Мне немножко обидно было, когда выступали строители и говорили, что это самое лучшее здание школы. Я ничего не хочу сказать против того, что здание замечательное, но приглашаю всех присутствующих побывать и в здании средней школы номер 18, где тоже применили строители новейшие материалы и постарались, чтобы нашим детям было хорошо и уявлено. Дорогие друзья, мне кажется, что мы с вами стали сегодня свидетелями разумной национальной политики, которая проводится в нашем государстве. У нас нет препятствий для того, чтобы так называемые национальные меньшинства могли получить образование достойное и не забывать о своих традициях. У нас в городе Пинске уже в течение нескольких лет работала воскресная еврейская школа. С прошлого года работает польская воскресная школа. Ну и вот в течение ряда лет, правда, в приспособленных помещениях функционировала еврейская школа. Меня не может не радовать, как начальника отдела образования города Пинска, то, что несколько десятков наших белорусских детей получили возможность заниматься в прекрасных условиях. Сегодня мы с вами в этом убедились. Учителями в этой школе во многом работают наши учителя, те, которые работали в наших общеобразовательных школах. Но Игорь Абрамович, как человек, известный в городе и авторитетный, сумел их, так сказать, сагитировать и пригласить работать в еврейскую школу. Конечно, нельзя сегодня не вспомнить, его много раз уже вспоминали на этой сцене, человека, который стоял у истоков этой школы и приложил огромные усилия, мой Шуфима. Вообще, мне кажется, это человек уникальный, у которого можно многому научиться. И он как-то очень быстро и незаметно стал пинчанином. Его уже в Пинске все очень хорошо знают. Он может решать вопросы. И вот, так сказать, сегодня решен такой очень важный вопрос с окончанием строительства. Первое, я как полагаю, звена школы. Я хотел бы всех вас поздравить с этим большим событием в жизни города. Пожелать школе успехов. Я не сомневаюсь, что эти успехи придут. У нас уже учащиеся еврейской школы побеждали на областных и республиканских олимпиадах. Я знаю, что и в этом году учащаяся школой поехала на областную олимпиаду. Новых вам успехов и с праздника вас, дорогие друзья! Приветствия предоставляется директору ХЭС ЭТОРОН Розе Борисовне Косинцевой. Дорогие друзья, разрешите вас поздравить со светлым и радостным днем праздника Ханука и с официальным открытием школы «Весь огород». Мы очень рады, что в нашем небольшом городе открылась такая школа. Есть возможность заниматься людям, детям. И хочется надеяться, что все дети, которые там занимаются, выйдут образованными и талантливыми. Мы не раз видели у себя в ХЭС ЭТОРОН Розе выступление девочек. Это очень красивые и добрые девочки. Они прилагают все усилия для того, чтобы быть достойными этой школы. Хочу сказать, что огромное спасибо всем людям, кто принимал участие в строительстве этой школы, спонсорам этой школы. И самое огромное спасибо, конечно, это Мойша Кимен. Хочу пожелать, чтобы из стен этой школы вышло побольше талантливых и образованных людей. Чтобы они были достойными гражданами нашей республики и Израиля тоже. Я хочу всем вам пожелать здоровья, счастья, благополучия. И чтобы мы чаще с вами встречались. А сейчас разрешите мне вручить наши скромные подарки в честь открытия школы в школе БЭС ОГОРОН. Подарки в студию! Похоже, что вы любите получать подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, вам предоставляется Директору группы Германии Роза Левровского на две недели. Друзья мои, дамы и господа. Сегодня очень много говорилось о том, как хорошо поработали строители, какой они сделали чудесный подарок детям, сдали прекрасную школу. Но каждый из нас знает, что ехать в новую квартиру – это еще не все. Важно сохранить в ней тот уют, ту красоту и ту чистоту. Я бы хотел поздравить прежде всего учителей, воспитателей и директора школы с новым зданием, с новой жизнью в этом здании и вручить им немецкий моющий пылесос для поддержания чистоты, уюта в вашем доме. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то я не вижу. Есть Тукина Валентина Николаевна, приорбанка? Или Владимир Иосифович? Тоже нету? Тогда я хочу от имени приорбанка филиала Пинского вручить тоже школе подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ Весь озеро, возможно, зимние рыбалки. Если больше желающих нет, то я предоставляю слово «Школе мальчиков» песня «Ключ от школы». Мы вам честно сказать о тем, о тем чонок мы больше не видим. Они всю жизнь нам разливают сердца, а их мучение нам без конца. Но в твоей школе не надо сидеть, но в твоей школе у девчонок песни петь. А мы, мужчины, не готовы ждать, но все же вам против сказать. Опять-то знать, мы поздравляем вас, и мы получаем. Мы живем в своем, а на тебе стоим, и мы все у нас не хуже, чем у вас. И нас раздражение мы будем принимать. Мы вам честно сказать о тем, о тем чонок мы больше не видим. Они всю жизнь нам разливают сердца, а их мучение нам без конца. Мы, мужчины, не умеем ждать, создаем вас через год опять. И на экскурсию вас всех возьмем, по новым классам мы идем, мы повезем. Мы поздравляем вас, и мы по новым часам через год споем. Опять-то знать, мы все у нас не хуже, чем у вас. И нас раздражение мы будем принимать. И мы поздравляем, девчонок мы, А что мы получим, и мы надеемся, что через год мы тоже в нужный час. И мы поздравляем, и мы поздравляем вас, и мы по новым часам через год споем. На казнице споем, и мы все у нас не хуже, чем у вас. И мы поздравляем, и мы будем принимать. И мы все у нас не хуже, чем у вас. И мы поздравляем, и мы будем принимать. На этом официальная часть закончена. Слово предоставляется Ханке. Все-таки на девочек, что глядеть не будут, ей-богу скукавили. Наша официальная часть заканчивается, я вам не сказал. Самого серьезного, главного. Счастливой, веселой, радостной Ханке. Началась наша официальная часть. И после минутной паузы, когда уберутся сцены все эти великолепные подарки, мы продолжим наше ханукальное торжество. 2200 лет, из года в год, по разным уголкам большой планеты, в день 25-го кислева мой народ, как чудо возрождает праздник света. Мы в этот праздник зажигаем свечи. И чтобы традиция была соблюдена, от первого дня и до восьмого, каждый вечер к свечам горячим добавляется одна. Итак, для того, чтобы зажечь по традиции ханукальные свечи, на сцену приглашается... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Папа, где мой письмо? Историю тебе одну поведаю я. В старину топ-было в страшную эпоху. Царем сирийским, антиохом. Евреям дан наказ был строгий. Забыть обычаи и Бога. Законом эллинским служить. Идолам поклоны бить. И старый коин Матитьягу Призвал снов своих к отваге. Пять славных братьев Маковеев На битву подняли евреев. И войско вражья победили. Честь, правду, Тору защитили. За это предкам наш поклон. В их честь зажгу я свой огонь. А мы еще не захочем подарок задать. Пока. О Ягуде, одном из братьев, Хочу сейчас и рассказать вам. Он был отважен и умен, И божьим даром наделен. Он в бедство обратил врагов, Народ избавил отаков, Ярошалаем освободил, Храм очистил, осветил. Зажег лампаду в нем Ягуда. Произошло там с маслом чудо. Зажгу я в честь него огонь. Пусть никогда не гаснет он. Был самый младший Эл-Азар, И он познал войны и кошмар, И он упал на поле брани, Слона врагов с предельной раней. Благодаря таким, как он, Израиль снова был спасен. Зажжемши сыну Матитьяре, Зажжем свечу, когда его отваги. Пересвещение к Йонатану Израилю был Богом дан. Он правил честно, справедливо, Врагам на заяц, всем на дима. И стал он жертвой интриг, Сирийским мечом вынастиг. Но славу братьям Маковеев Умножил он среди евреев, Навеет пусть свеча огнем, Воспоминания о нем. Отдали жизнь за свой народ Все братья Маковеи. Лишь Шимон выжил, Он живет во благо людей, Изгнал из всей страны врагов И зажили счастливо. И отмечали каждый год Свечей зажженных диван. Пусть свечка трепетным огнем Напоминает нам о нем. Были блатыньки, были тиранам, Что наносили Израиля рану. Веке двадцатого расплавленные мглепи, Рухнули все представления зря. Войны, померкли, Сполненные сеты, Лагеря смерти, Еврейские гетто, Смерщи истреблений, Но не сломились фашистам в угоду. Жертвам фашизма, Жертвам террора, Жертвам гулагов, Голодоморов, Вечная память. Это такой символ надежды. Протест против войны. Прошел еврейский наш народ Сквозь муки и гонения Терпел чужих царей, Господ, Святым уничтожением, Но вера искру зажигал Огонь священной торы. Во тьме веков народ наш стал Передвижной минорой. Рассыпаны по всей земле, По всей планете, Мы все нуждаемся в тепле, В свободе, В свете. Пускай же радость новых дней Лучами брешет, И ханукальный свет огней Зажжет надежды. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Сегодня впрочем как всегда поют не только детвора. Мы приглашаем строгих на сцену педагогов. Встречайте, в первую и, между прочим, на нашей сцене... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Положим у тебя в правом кармане 3 рубля, а в левом 5 рублей. Это значит, что я одел чужие штаны. Изя, скажите правду. Говорят, что гениальность это болезнь. Мой Сахачка, не волнуйтесь, вы абсолютно здоровы. Здоровы, здоровы. Вы слышали? Каца-то сослали. Что он там в Сынке делает? Он там занимается научной работой. Он женился на Чукче и выводит борозоустойчивых евреев. Послушайте, в таких сети сам уж выходит. Выходит. Пойдем нам. А что, вы уже купили ей подарок на свадьбу? Я купил чайный сегвиш тет-а-тет на две персоны. А вы? А я и купил ситечко для чая на 36 персон. Семочка, дорогой, где бы ты хотел служить? В генеральном штабе. Ты что, идиот? Мишугин? А это обязательно? Да. Бенштейн из тебя не получится. А вы сами идите. Почему в свое время не поступили в университет? Так я вам расскажу. У меня на наступительном экзамене спросили. Как вы объясните, что Лев Толстой помнил себя 40 дней? А я ответил. Ничего удивительного. Я помню себя 8-дневного. И что вы помните? Так и да, я помню. Помню, пришел старый еврей с бородой. Ну, как мощь. И отрезал мне... Ну, не улыбайся. Не улыбайся. Оставил что-то. Мне отрезали возможность поступления в университет. Скажите, Илья, а правду говорят, что Иванов дал вам по борде, а вы ну никак не среагировали? Я не среагировал. Хорошенькое дело. А кто же тогда упал? А то что он посудает? Расскажу, царочка. Слушай внимательно. Нас горком вызывали. У него спрашивают. Иванов, ты свою родину любишь? А он? Он говорит. Люблю. Умерешь за нее? Нет. Он умру. Потом у меня спрашивают. Ты свою родину любишь? А я? Люблю. А ты сможешь за ней умереть? Я вам отвечаю. А кто же тогда будет свою родину любить? Что ты с вами и стал? Вы такой озабоченный. Ой, Сарочка. Почему я же не буду такой озабоченный? У меня пять дочерей и ни одного зятя. А что бы вы делали на моем месте? Я имею одну дочь и уже пятого зятя. Хорошенькое дело. А вы, Рабинович, почему такой сегодня смурной? Ой, Изя. Меня же сняли с должности первого секретаря райкома партии. И скажите мне, как это произошло? Да, блин, какая-то сволочь заложила, что я и беспартийный. Действительно. А вы сами, Изя, сколько лет отработали на последнем месте? А я скажу. Семь. И почему вы уволились? Я скажу тоже. Мне повезло. Объявили амнистию. Тут повезло. Мама. Что? А кто такой Маркс? Это такой ученый-экономист. Как наша тетя Фила? Ну нет. Наша тетя Фила стал шикономист. Скажи, Тризя, а почему вы вернулись назад из Израиля? Скажу так и скажу. По двум причинам. Во-первых, я прочитал плакат «Не думай, что ты самый умный». Тут все евреи. А во-вторых, по этой причине там не с кем выпить. А вы в курсе, что и тут так и водка подорожала аж в три раза? Да мне плевать. Мне все равно. Я что, за свои пью? Вы знаете, какой ужас. В 2003 году в Санкт-Петербурге осталась одна еврейка. Кто? Абророк Рэйш. Ой, вы. Папа. Ну что, Сёма? А как делают бублики? Сёма, ну. В общем, Сёма берут дырку и откладывают ее вокруг тестом. Папа. Ну что, Сёма? А кто такой гиппопотам? Сёма, гиппопотам это такая сумасшедшая рыба. А почему ж она живет на суше? Ой, вы, я же тебе говорю, сумасшедшая. Сарыч, я смотрю, вы такая умница. Скажите мне, каким образом вы умираетесь покупать только крупные яйца? Я захожу в магазин и прошу десяток яйца чёрной курицы. Ходовщица подыграет ко мне все яйца и говорит, если вы их узнаете, то убирайте. Послушайте, Изя, я вот недавно слушал Битлз, так мне так не понравилось. Картавин, шепелявин, заикаюлся. Послушайте, я знаю, что вы сильно музыкальный человек. И где вы их слушали? Ха, а мне и вчера мой что-то пронапевал с Добрынским. Эй, ребята. Да, засиделся я у вас. Пойдём покорить. Не могу, Изя. Мне ни врач не разрешает, ни директор. Я вам скажу правду. Я тоже кугу. Но я дал врачу 50 баксов. И он мне тогда сказал. И знаете, что он мне сказал? Что? Курите на здоровье! Привет. Сейчас я с удовольствием предоставляю сцену Владимиру Валентиновичу Мальганову с его инструментальным трио. Один маленький подарочек. Это будут два произведения, которые я сыграю с помощью этого инструмента американского банджо. Первая пьеса называется «Рэгтайм старой бабушкиной пижамы». А вторая пьеса называется «Американская полька». «Рэгтайм старой бабушкиной пищи» КОНЕЦ 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 Наши мальчики покажут вам, что такое суперсовременный стиль. КОНЕЦ 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 Играй моя гитара, игра и когда хочется плакать Просто хочется плакать, когда не хочется верить И нету, чтобы подняться Играй моя гитара, игра и когда слезы из глаз Слезы из глаз, скажи мне, это сон, а мне просто кажется Тяжело на душе, тупая боль внутри В этой новой жизни стало все так сложно Изменить что-то можно, да разве это нужно? То, что было святым, теперь уже не важно Мне страшно жить дальше, мне просто грустно Я не могу так больше, становится душно Километры души, изрезанные чувства Мы разучились в любви, не за что дыра бросить Кто подаст к тебе руку, если ты оступился? Обещать равнодушие, вижу в каменных лицах Кому здесь молиться? В сердцах нет убога Красивая жизнь, довольно убога Прожить не так много, поздно было решение Лечим правосудие, без тени сомнений Как дикие звери, внутри их копиямена Степляясь как тяги, летим в пропасть Жить без того, что называется вера Среди дней серый гест, масса точит измена Пока по моим венам держит еще зло Я беру карандаш и пишу два фигула Играй, моя гитара, играй, когда хочется плакать Просто хочется плакать, когда не хочется верить И нету, что подняться Играй, моя гитара, играй, когда слезы из глаз Скажи мне, это сон, мне просто кажется Играй, моя гитара, играй, когда хочется плакать Просто хочется плакать, когда не хочется верить И нету, что подняться Играй, моя гитара, играй, когда слезы из глаз Играй, моя гитара, играй, когда слезы из глаз Скажи мне, это сон мне просто кажется Играй, моя гитара, играй, когда слезы из глаз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Местечко, местечко, над крышей дым колечком У банок влечка субботная звезда А в доме нету лада, и ехать все же надо Вы кто бы подсказал бы откуда и куда Красавицы у нас это чудо И потому не тише полон дом И от куриной шейки до полу Мы ничего на веру не берем Местечко, местечко, над крышей дым колечком У банок влечка субботная звезда А в доме нету лада, и ехать все же надо Ой, кто бы подсказал бы откуда и куда Местечко, 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 над крышей дым колечком У банок влечка, местечко, местечко, над крышей дым колечком У банок влечка субботная звезда А в доме нету лада, и ехать все же надо Ой, кто бы подсказал бы откуда и куда КОНЕЦ 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 Добрый вечер, дорогие друзья! Шалом! А что? Скану-ка вас, мои дорогие! Старая песня на игруш, которую многое вам знакомы. АСДЕШДАВА ЦИТТА Ай-вай-вай-вай-вай! Зигналы к осиным. Астер, белах! Лакналы к осиным! Лакналы к осиным! А-ха-ха-ха! И-ха-ха-ха! Лакналы к осиным! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Немножко терпения после небольшой паузы, после того, как наши помощники немножко приготовят здесь, мы проведем по традиции, как обычно, праздничную ханукайную лотерею. Я пересыплю шапку. Смотри, вот здесь 600 билетов. Наши ученики резали не неопанно. Так, Владимир Михайлович, кто у нас будет тянуть билетики? И выигрывает номер... 379. Номер 379. Есть номер 379. Нет, они могут уже пропустить, что ли? Господи. Он будет раздавать призы, то есть вынимать номер 5, а я буду раздавать готовые призы. Спасибо. С праздничком. Номер 500. Возьмите, пожалуйста, свой билет, он вам еще понадобится. 500 есть? Есть. Будет? Да, я. 500. Положи сюда. Вот так. О, следующий. И так будет быстро. Следующий термос. Номер 500 я ложу на сцену. Номер 446. 446. О, молодец. 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 Это еще мало 100. Яхана. Молодец. Всех много. Яхана. Вы были просты, что ли? Яхана. Номер 176 Номер 95 Лично сладко Лично сладко Лично сладко Лично сладко Номер 569 Есть такой номер? Номер 130 Фотальбурда 3000 фотографий Номер 422 422 Не вижу руки Номер 174 5 тысяч программное радио Номер 427 427 Быстренько поднимайте руку Номер 197 Спасибо Номер 430 Не стесняйтесь Весы везли всем Весы везли всем Весы везли Весы везли Весы везли Весы везли Весы везли 181 181 181 есть? Немер 95 Миша на свадьбе 447 Ситечка отвечает, 36 персон 180 176 И намерен это отстаивать И на турнирах, и пешим свечом, и на конец копьем Что это совершеннейшая неправда Что строители Никогда качественно не делают Что после них До делки, переделки Ей-богу, я тоже так думал Поэтому, во-первых, это тост за здание Красивое Умное Хорошо сделанное Во-вторых, это тост за то, что я Переоценил ценности И теперь совершенно иначе Буду смотреть На строителей Потому что, во всяком случае, на строительстве Любовь В городе Вельске Я думаю Я думаю Я думаю Что все-таки Вы проявили много тепла Может быть, потому что вы Видели наших учеников Наших девочек Может быть, потому что вы Видели наших учителей Которые приходили Работали Помогали Убирали Может быть У вас все это пробудило Какое-то чувство Любви Добра И это чувство Вылилось В это здание В эту школу Это касается и строителей БМК-28 Это и моя благодарность Хорошо мне известному Восьмидесятому ПМК или нет Я могу в названиях ошибиться Лубоко уважаемому Чупыркину В общем Вы хорошие люди Спасибо вам Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Всякий раз Испытаю чувство гордости Когда Слышу что-то О Пенчанах А всегда говорят У вас Неординарно Да Зависть иногда Вообще Вот какой-то такой Своеобразный Поэтому мне Вдвоем Приятно Что образование Получило Возможность Дать Пусть даже Национальное Вершинство Не в первой В республике Не в первой В области Дали Возможность Этим Ребятам Получить На мой взгляд Достойное Образование Потому что Те условия Которые созданы Они созданы Трудом А само слово Труд Предполагает Нелегкое занятие А всегда Препятствия Какие-то сложности Какие-то трудности Но я как-то И слышала сегодня Реакцию детей Я подумала Что если посмотрели На нас взрослых У нас глаза Светились Больше Потому что Мы видели На столе Таангел Ребят Мы слышали За спиной Как они Радуются Каждому Успеху И дай Бог Чтобы у них Все в этой жизни Состоялось И может быть Это будут Те первые Ласточки Звездочки Которые Помогут нам Войти В мировое Сообщество Образовательное Сообщество Но главное Помогут Этим ребятам Состояться В жизни Потому что Они уже Получают Действительно То образование Которое они хотели Они и их родители Понимают Что сейчас Нельзя молодому Человеку Выходить На такой Усредненный Уровень И пусть Их будет Пока Очень Немного А так Хотелось бы Я спросила Чемчане Вы так гордитесь А сколько У вас Своих детей Аж Семь человек Я думаю После того Когда вы создадите Условие Семь человек Мы поднимем И эту категорию У нас есть Поляки У нас есть Украинцы Я думаю Что они вправе Каждый гордится Той национальности Я горжусь Сегодня Пенчанами Поэтому Мой тост Я предлагаю За вас Всех За вклад Каждого Из вас И помощь Вот этим Ребятам Которые Сегодня Мы у вас В зале За вас Разгибай Разгибай Возьмите Подожди Мне Хочется Тоже Кое-что Сказать О том Что В итоге У нас Получилось Ваши фирмы Объект Островского Красивый Хороший Я надеюсь Что эта школа Это Первая ступенька Для того Чтобы мы Дальше С этой общиной Во главе С Иосифом Яковичем И с Мой Шефима Не останавливаться Чтобы мы Сейчас сделали Не хуже Школу Которая у нас Будет Я надеюсь На Партизанский Я надеюсь Что больше Будет слушаться Ты пока еще раз Ослушивался А я надеюсь Что еще слушаться И я надеюсь Что мы сделаем ее Ну что не хуже Так это точно Ну хотелось бы Чтобы Эти же слова Мы услышали И о школе Мальчиков У нас правда Сейчас еще есть Еще один объект Ну это только На сегодня Ну это У нас такое Чтобы мы Вроде работали И останавливались Так вот я хочу Выпить За наше сотрудничество За нашу дружбу За наши общие успехи За вас За ваш праздник Пожелать вам здоровья Счастья Ну и наших Совместных успехов Всегда Каждый Сдаваемый объект Счастья Счастья и я бы хотел отметить еще раз, что мы все-таки, мы учитываем все нюансы. Значит, я не хочу сказать, что мы сделали все возможное и невозможное. У нас еще есть, безусловно, много скрытых резервов, и мы проявим это на следующих объектах, потому что у нас есть действительно много наработок, и мы знаем, как, что надо сделать, поэтому мы будем изучать ваши потребности, вы будете изучать наши возможности, и я считаю, что мы дальше и больше будем с вами сотрудничать, и мы будем делать добрые дела для нас, для горожан, для города Пинска. И в конечном счете это все остается в нашем городе, в нашем прекрасном городе, который мы любим, ценим, и я думаю, мы много еще сделаем для этого города, совместно, безусловно. Ну и учитывая, что сегодня праздник, сегодня, значит, два праздника, я всех поздравляю с этим мероприятием, с этими добрыми делами, которые мы, люди, здесь делаем на этой земле, поэтому всего вам доброго, счастья, здоровья, благополучия и успехов, успехов и еще раз успехов на вашем поприще. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Хочу поднять вас совсем, которые сидят в этом зале, потому что именно каждый человек, который здесь, это один гайка, и это большая машина, которая называется школа. И так как мне было очень приятно, как гостеприимные меня приняли в ПМКовские стола, они видели, что я ни туда, ни сюда, сказал, лучше приходить, я хочу за них. Особо то, споднять, что наши отношения к ним, не было рабочих отношений, как заказчик, как подачки, это было действительно, мы чувствовали, особо я, я не знаю, Йосип, он еще до сих пор не ебанья, мы всегда чувствовали, что наши отношения к ПМК, это было отношения, как родственники, как семья большой, как один раз, один, у меня другие проблемы, и они всегда попытались найти лучший вариант, чтобы найти оптимальное решение. ПЕСНЯ 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 Вы знаете, такая есть, в общем-то, существует пословица, что в каждом стадии есть моя паршивая омца. В данном случае, позвольте выполнить эту роль мне. ПЕСНЯ 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 Все это начиналось с того, что мы с Мой Шафимой и с Иосифом Яковлевичем садились на листах, разбирали это все, решали как-то. Поэтому скромный гейтоз, я прошу внимания, за проектировщиков, будьте добры, выпейте. Ваше здоровье. ПЕСНЯ 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 Уважаемые строители, монтажники, проектеры, монтажеры, проектировщики, проектера, всех ПМК, а также учителя, кто есть, воспитатели. Хочу обратить внимание на такую вещь. Есть один факт, такое произошло сегодня событие, которое предотвратило большое несчастье. Вы представьте себе картину, когда готовое красивое здание со всеми огнями, все дети снаружи, и никто не может зайти по одной простой причине, потому что вдоль входа непересекаемая красная ленточка, которую никто не может пересечь. Это же трагедия. Люди бы стояли на улице день и ночь, под дождем, под снегом, Пока нашелся один мужественный человек, который взял в руки ножницы, пересек и перерезал красную ленточку. Благодаря ему вся ваша работа хоть что-то стоит. Я предлагаю выпить за его здоровье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Дорогие друзья, дорогие гости, добрый вечер. Мы рады, что вы пришли к нам, рады праздникам памяти, посмотреть, как наши девочки будут танцевать, бить.